Слово представляется Писошину. Алексей Валерьевич, пожалуйста. Отчет о работе правительства республики в госсовете, по сути, подводит черту под итоговыми коллегиями министерств и ведомств. Алексей Писошин представил основные показатели развития. Главное, несмотря на продолжающиеся ограничения и санкционные давления Запада, сохранили положительную динамику. Идет рост основных макроэкономических показателей. На фоне низкой безработицы и повышения конкуренции за кадры, реальный рост заработной платы с учетом инфляции составил 113,2%. Достигнутые результаты позволили мобилизовать с территории республики в бюджеты всех уровней 1 триллион 553 миллиарда рублей. Татарстан активно участвует в национальных проектах, реализует 35 республиканских программ. Как отметил Алексей Писошин, одна из главных проблем республики – износ инженерных сетей. Меняет нужна треть коммуникаций ЖКХ. Безусловно, для кардинального улучшения инженерной инфраструктуры требуются значительные средства. Высокий износ инженерных сетей является проблемой для всех субъектов. В связи с этим президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином принято решение о запуске федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Экономике республики не хватает кадров. Только на крупных промышленных предприятиях нужно 11 тысяч специалистов. Алексей Писошин отметил, решить кадровый вопрос без мигрантов мы не сможем. Как вы смотрите на миграционную политику? Треть от всех иностранцев, которые присутствуют сейчас в республике, получили патенты на работу. Вопрос с мигрантами, он многогранный. И вот буквально на прошлой неделе проводилось совещание, зам по социальным вопросам, Фазлеева проводила его. Там вопросов пока больше, чем ответов. Здесь и адаптация, здесь вот сейчас принято решение, возобновленное решение по изучению русского языка, по вопросам антициристической защищенности. Но нам нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать. Алексей Писошин выступал около часа. Предваряя вопросы депутатов, Фарид Мухаммедшин отметил, правительством была проделана большая работа. Серьезная работа была проведена, и мы признательны правительству нашей республики, Рустам Наргалеевичу, за такую серьезную работу. Очень кропотливую, точечную работу, особенно в 23-м непростом году. Он и сегодня непростой, но тогда это было начало санкций, начало всяких козней. У депутатов госсовета возник целый ряд вопросов. Постоянно обращаются избиратели по поводу нехватки мест в детских садах. Что делать для того, чтобы было больше мест, чтобы наши дети учились и воспитались в более лучших условиях. Создан институт пространственного планирования, который позволит решить нехватку мест на отдельных территориях. В основном это территории, где бурно развивается жилищное строительство. И там, где этот вопрос состоит наиболее остро, точно принимаются решения. Как сейчас реализуется этот проект строительства мусоросжигательного завода? Инвестор столкнулся с рядом сложностей по оборудованию. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично, называет срок конец 2025 года. Подытоживая депутаты, поблагодарили правительство за работу. Алексей Валерьевич, большое вам спасибо за огромную работу в правительстве. Времена непростые. Экономика Татарстана показала свою живучесть. Успешно обеспечили всю деятельность. Спасибо. Пожелаем вам и новых дальнейших успехов. У нас по регламенту, коллеги. Отчет правительства – это документ из 250 страниц. Он в открытом доступе находится на сайте госсовета. С результатами работы может ознакомиться любой желающий. Дмитрий Айрин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.